СПОРТСМЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА СПОРТСМЕНИЕ ВОРКАУТА Атлеты уже побывали на соревнованиях по воркауту в Кулебаках, показали себя на городском мероприятии «Атомный воркаут» и даже провели собственные соревнования «Дворовая физика». Сейчас ребята проводят уличные тренировки на турниках для всех желающих. Специального оборудования не нужно, все упражнения выполняются собственным весом. Даже если вы не знакомы с воркаутом, опытные спортсмены помогут вам освоить базовые элементы. Мы всегда рады новичкам, мы поможем в тренировке базы, то есть в подготовке к более сложным элементам. Это просто общая физическая подготовка. На наших тренировках мы развиваем силу, выносливость и стараемся научить, выучить новые элементы для связок. Если вы думаете, что упражнения на турниках и брусьях не для девушек, то ошибаетесь. Участники «Либерти воркаут» готовы подобрать комплекс упражнений и для представителей с прекрасного пола, направленной на жиросжигание и тонус тела. Совместные тренировки – отличная мотивация. Среди единомышленников и опытных наставников можно получить поддержку и ценные советы. Воркаут для меня стал три года назад реально как образ жизни. Я приехал из Томска и там очень много студентов в этом виде развивается. И всегда тренить с ними было как особая мотивация, когда ты смотришь, что кто-то умеет что-то лучше тебя и у тебя начинает получаться лучше, ты стремишься. Так вот набрался опыта с ними, приехал сюда. Тут многие берут с меня примеры. «Либерти воркаут» проводят тренировки на спортивной площадке для воркаута на стадионе «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Занятия будут проходить во вторник и четверг в 18 часов, в воскресенье в 15 часов, до тех пор, пока держится теплая погода. Из-за дождей тренировки могут отменить. Всю актуальную информацию смотрите в группе «Либерти воркаут» ВКонтакте. В Сарове прошла выставка породистых и беспородных собак «Собака плюс я». Четверногие друзья и их хозяева приняли участие в конкурсе костюмов «Веселые эстафеты». В свои два года вельш-скорге «Кардиган» Элис уже юная чемпионка России и юная чемпионка Российской кинологической федерации. Она побывала на выставках в Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде. А сегодня вместе с хозяином пришла на 10-й юбилейный праздник «Собака плюс я». Долго выбирали породу. Эта собака ориентирована на человека. Очень спокойная порода, как и все корги. Очень доброжелюбная к людям. Были на праздники и те, кто пришел впервые. Например, тайский риджбек Терри. Ей всего 4 месяца. В городе это единственная собака такой породы. Порода очень умная, древняя. Всегда была с человеком. Хоть она громко лает, но на самом деле она совсем не агрессивная. Очень любит детей. Это охранник. По традиции все участники смогли показать питомцев выставки породистых и беспородных собак. Экспертизу которой проводил специалист из Нижнего Новгорода. Также четвероногие друзья и их хозяева приняли участие в конкурсе костюмов «Веселые эстафеты «Дай лапу друг» и «Ребенок плюс собака». Есть участники, которые участвуют, а есть, которые просто пришли потусоваться. Поэтому я думаю, что будет все интересно. Есть еще здесь наши партнеры. Еще у нас пришла рота наша военная, которой мы сотрудничаем. То есть у нас будет они участвовать в параде пород. Ну и как гости нашего праздника. На празднике «Собака плюс я» можно было увидеть хаски, йогширского терьера, джекраслов, такс, овчарок, добермана и представителей других пород. По итогам мероприятия всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. А также все желающие смогли попробовать юбилейный торт. Клуб подводной охоты «Тритон» выезжает ловить рыбу в разные места России, организовывает городские мероприятия. Также «Тритон» обучает всех желающих плаванию на задержке дыхания. Во время подводной охоты ныряльщик ловит рыбу руками, гарпунами или подводными ружьями с задержкой дыхания. Для такой охоты человек надевает специальный гидрокостюм. В Сарове тоже есть активные любители такой рыбной ловли. В ноябре 2015 года они объединились и создали клуб подводной охоты «Тритон». Клуб занимается и общественной деятельностью, проводит городские мероприятия по очистке дна и берегов водоемов от мусора, организует спортивные соревнования по фридайвингу и ловле в бассейнах и на открытой воде. Мы участвуем в зарублении вместе с другими организациями водоемов Нижегородской области и Республики Мордовии. Сдаем деньги, помогаем там, соответственно, приобретать малька. Ну и все совместно выезжаем на охоты, отдых. Сейчас в клубе порядка 20 человек. Самое ценное в коллективе – общение единомышленников и обмен опытом. Как правило, охота начинается с осени, когда вода светлеет. Участники «Тритона» не ограничиваются только территорией города, но всегда ищут новые места для подводной ловли. Клуб выезжает на Мокшу, Аку, Волгу, Чебоксарское водохранилище. У меня получается по карте посмотреть место. Я еду туда сначала на разведку, а потом уже ребятам говорю, мы собираемся, стоит ли туда ехать, не стоит. Глубина в первую очередь должна быть, закоряженность, потому что вся любая подводная охота проходит в таких местах, чтобы глубина была, закоряженность, потому что рыбы там держатся. Подводное плавание на задержке дыхания развивает объем легких и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Клуб «Тритон» обучает этому всех желающих от 18 лет в бассейне «Дельфин». Тренировки проводят в среду в 20.50 и в воскресенье в 20 часов. Запись по телефону 3-12-29. От мечты к цели. История о том, как увлечение сделать профессией. В Пушкинке прошла встреча с тренером-преподавателем по спорту, добровольным помощником горно-спасательных отрядов, работающих в Прейлебрусе, Сергеем Кузнецовым. Сергей Кузнецов ходил в горы с родителями еще в детстве. Потом хорошую альпинистскую подготовку получил в спецподразделении ВДВ. Эти знания стал применять в тренерской деятельности по скалолазанию и горному туризму. Несколько раз Сергей восходил на Эльбрус. Также он регулярно выезжает в горы вместе с горно-спасательными отрядами, которые работают в Прейлебрусе. Очень часто люди не оценивают свои возможности. Выходят очень часто соло-восхождение и при непогоде теряют назад тропинку, выходят на обрывы, выходят на трещины. Это основное происходит переохлаждение. Вот здесь наша возможность, насколько можно быстрее прийти на помощь. Сергей подчеркивает, что горные спасатели должны обладать сильным, смелым и стойким характером, уметь преодолевать страх и нерешительность. Именно об этих качествах гость рассказал на познавательной встрече в библиотеке имени Пушкина. От мечты к цели. История о том, как увлечение сделать профессией. Сергей Кузнецов рассказал о себе, раскрыл для ребят некоторые секреты профессии горного спасателя. Вместе с залом тренер-преподаватель проразмышлял о том, как связаны навыки скалолазания и защиты Отечества. Вспомнили легендарный альпийский поход Александра Суворова. Также гость показал юным зрителям альпийское снаряжение. Ребята удивлялись тому, что, оказывается, навыки горных спасателей могут пригодиться и в обычных гражданских профессиях. Например, для промышленных альпинистов или электромонтажников-высотников. Больше всего ребятам понравилась практическая часть. Сергей Кузнецов показал школьникам простые и полезные приемы, которые могут пригодиться в чрезвычайных ситуациях. Объяснял школьникам, как работает тело человека и как оказать первую медицинскую помощь. Я узнал, что, ну, как мерить пульс, как можно, ну, какие средства используют для того, чтобы, ну, переправить человека, допустим, с горы вниз, как можно защититься от какого-то падающего препятствия. Познавательная встреча прошла в рамках проекта «С русским воином через века» при поддержке конкурса «Православная инициатива». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова